Добрый вечер! В эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азадж Маханов. Казахстан переходит к новому этапу обеспечения продовольственной безопасности и контроля цен. Этому поспособствует создание национальной товаропроизводящей сети – комплекса оптово-распределительных центров. Проект реализуется в три этапа до 2022 года. Будет построено свыше 24 комплексов. Это даст возможность хранения обработки и распределения почти 5 миллионов тонн продукции, рассказали в кулуарах правительства под председательством Оскара Мамина. Создаваемая инфраструктура позволит обеспечить полную сохранность собранного урожая и минимизировать потери, тем самым повысить заинтересованность сельхозтоваропроизводителей в наращивании производства. На сегодня дефицит овощохранилищ составляет 70%. В текущем году в Алматинской, Павлодарской и Туркестанской областях будет введено 5 ОРЦ, что позволит обеспечить хранение дополнительно 600 тонн сельхозпродукции. К слову, в Алматинской области уже начали рассматривать вопросы о выделении земельных участков и подведении необходимой инфраструктуры как того распределительным центром. Для продовольственной безопасности в Алматинской области ежегодно производится более 380 тысяч тонн мясной продукции. Из них 102 тысячи тонн мяса птиц. Также производится 790 тысяч тонн молочного товара, 1 миллиард 100 миллионов штук яиц, 60 тысяч тонн сахара, 2 миллиона тонн овощей и фруктов. Объемы сельхозпродукции из года в год растут на постоянной основе. Отсюда и возникает нехватка складских площадей. В области дефицит товарохранилищ составляет 87%. Это и приводит к росту цен и ранней отправке сельхозпродукции на экспорт. Поэтому мы поддерживаем принимаемое решение правительством. Совместно с Министерством торговли и интеграции рассмотрели схему строительства двух оптово-распределительных центров на территории Алматинской области. Для этого мы предусмотрели участки в Ембекш-Казахском районе и городе Капшигай. Территория находится в крайне выгодном логистическом положении. Рядом пролегают железнодорожные пути и трассы республиканского значения. Проведем все необходимые инженерные и инфраструктурные сети. Намерены уже в этом году начать хранение продукции. Также планируем строительство ОРЦ в областном центре, чтобы обеспечить Аллыкурганский регион продуктами и стабилизировать цены. 21 тысячи рабочих мест создадут в Алматинской области уже в этом году в рамках реализации дорожной карты занятости. 109 миллиардов 200 миллионов тенге, направленных от государства, воплотят в жизнь 977 проектов. В их числе капитальный ремонт и строительство социально-культурных объектов, реконструкция дорог, а также благоустройство населенных пунктов. Пандемия коронавируса внесла некоторые коррективы в работу, однако дорожная карта будет реализована в сроки, уверены ответственные лица. На сегодняшний день уже сформирован и утвержден состав областной и районной комиссии по координации и мониторингу. Кроме того, для максимального вовлечения граждан в реализацию дорожной карты создаются специальные рекрутские мобильные пункты. Мобильные пункты у нас создаются в районных и городах. Для чего это мобильные пункты? Они предназначены для того, чтобы находить людей непосредственно для тех подрядчиков, которые будут реализовывать эти инфраструктурные проекты, произведет отбор, соберет людей, то есть отберет, проведет медосмотр. В этом же мобильном пункте передержном рекрутском там должен быть врач. По дорожной гамме, какие виды не подъявляются, где при сверху идет как-то с работодателем. Для набора сотрудников работодатели могут воспользоваться электронной биржей труда ЕМБКИЗ. Необходимо всего-то заполнить специальную анкету. Затем на сайте появляется объявление. Уже сейчас, по словам ответственных лиц, в базе зарегистрировано свыше 500 работодателей. Однако этого мало. Сейчас посредством предложения Zoom сотрудники Управления координации занятостей и социальных программ обучают предпринимателей, как регистрироваться на портале. С каждым бизнесменом и компанией, нуждающейся в работниках, будет проведен обучающий видеокурс. У нас запланировано проведение технической учебы с кадровыми службами предприятий. Пригласили непосредственно работодателей с кадровиками, с кадровыми службами, чтобы они могли понять, какие документы должны они предоставить, какие требования у них есть к претендентам, то есть к нашим безработным гражданам, каким критериям они должны соответствовать, какое у них должно быть образование, стаж работы. Каждый работодатель выдвигает свои требования, исходя из него, наши мобильные рекрутские пункты, которые созданы во всех районах и городах, они будут уже подыскивать непосредственно протендентов. Раймбекский район в числе 11 регионов, которых не коснулось распространения коронавируса. Однако это не говорит о возможности пренебрежения мерами безопасности. Какие меры не позволили вирусу пробраться в предгорные аулы, расскажет наш корреспондент. Один из блокпостов расположился в поселке Саржас на границе Кигенского и Раймбекского районов. Ежедневно здесь проходят тщательную проверку. Все транспортные средства задействованы в весеннеполевых и строительных работах, в том числе по доставке топлива, лекарств и продуктов питания. В тандеме со специалистами блокпоста работают и волонтеры. В их обязанности входит раздача бесплатных масок и напоминание о мерах предосторожности всем гражданам, пересекающим пост. Сотрудники правоохранительных органов, медики, специалисты Акимата работают круглый суд. Ежедневно через блокпост проезжает порядка 50 единиц автотранспорта. В основном это строители, фермеры, предприниматели. Львиная доля продовольствия для жителей Реймбекского района доставляется из южной столицы. Социально значимые товары на прилавке магазинов на рынок Ола также поставляются через крупную оптовую компанию ЖТСУ Агрофуд. Недостатков в продовольствии нет, мониторинг цен на продукты питания ведётся. Мы сейчас не думаем о прибыли. Цены стараемся держать на одном уровне. А социально значимые товары цены остаются без изменения. Несмотря на отсутствие заражённых COVID-19, в Реймбекском районе подготовлен и полностью оборудован провизорный центр вместимостью более 40 пациентов. Медперсонал клиники также готов к оказанию всех необходимых медицинских услуг. Провизорное отделение расположено отдельно от основного больничного блока, в отдельном здании. На каждое отделение свои фильтры для приёма и госпитализации пациентов. Медперсонал полностью обеспечен необходимыми средствами защиты и проинструктирован. Местные власти намерены за весь период пандемии не пропустить вирус в аулы района. Потому меры защиты предпринимаются полноценные. Жителям раздают бесплатно маски. Улицы каждый день обрабатываются раствором хлорки. В нашем ауле Акимат проводит большую профилактическую работу. Мы не можем этого не замечать. В целом по району 11 сельских округов и 20 аулов между сёлами движения ограничены. В Акиматах созданы штабы по чрезвычайному положению и проводятся профилактические беседы с населением. Благодаря этому соблюдаются все нормы карантина. Таким образом, указ главы государства и к поручению Акима Алматинской области по нераспространению коронавируса в Раимбекском районе соблюдается неукоснительно. Необходимо отметить, жители следуют всем правилам карантина и придерживаются мер безопасности. Гульмира Тимиргалеева, Курманжан Касымжанулы, Аманжол Жункешев, телеканал ЖТСУ, Раимбекский район. Это вся информация. К этому часу встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин